Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 июля. День Акилы. Назван в честь памяти святого апостола Акилы. Он, один из семидесяти, был учеником святого апостола Павла, и им был поставлен в епископы. Святой Акила, проповедуя Христа, привел ко спасению великое множество душ человеческих, обратившие язычников от идольского служения и крестивших. Претерпевший немало напастей, он был убит неверными и обрел покой на небе с прочими святыми апостолами по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Считается, что с этого дня начинает постепенно наступать осень. Этот день часто выдавался пасмурным и дождливым, с сильным ветром и грозой. Что касается погоды, то она становилась очень переменчивой. Согласно старинным поверьям, сегодня на свет выходила нечистая сила в виде молнии, поэтому старались без особой необходимости не покидать свой дом во время грозы. В этот день нужно было обязательно задобрить полевого духа. Согласно преданию, он живет в поле и защищает пассивы от непогоды. Для этого оставляли у последней полосы жатвы горшок каши, а на саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что эти действия будут залогом хорошего урожая в следующем году. Народе верили, что нечистая сила сегодня может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком. Поэтому были сегодня особенно внимательны. Главной опасностью этого времени были молнии. Было замечено, что в одни деревья молнии ударяют намного чаще, чем другие. Не стоит находиться в грозу под такими деревьями, как, запоминаем, сосна, ель, дуб, береза. Оказывается, их корни уходят глубоко в землю и выполняют роль своеобразных громад водов. Невысокий кустарник считали на лучшем убежищем. Приметы. Если чайки плавают в водоемах в хорошей погоде, обращайте внимание на соль и сахар. Если они засыхают комком, будет жара. Вот этот вот супец, который мы будем с вами потреблять, хотя бы раз в день или через день, будет способствовать тому, что те вещества, которые мы селили в виде хлеба, ну с хлебом там, с вареными овощами, и остались в нашем организме, будут потихонечку растворяться и выводиться. Лучше заработают почки, печень, кстати. На меня не окажет это какой-то сейчас эффект сломительного средства, нет? Немножечко выпейте. Немножечко выпейте. И очень верное замечание. Значит, все сначала опробуйте буквально таки с ложечки. Почему? Потому что человек не привык питаться свежей пищей. Он не привык, что сразу такой белый фермент попадает в его организм. И они быстренько начинают работать там у него. И его может немножко... И вот это как раз про ослабление будет говорить о том, что идет очищение. И пускай себе оно идет. Очистится. И после того, как все это закончится, все эти процессы, будете чувствовать себя великолепно. Все будет усваиваться. Съели. И все усвоилось так, как надо. Одна сила. Кстати, я... Как говорят в Италии, чин-чин. Чин-чин. А, Геннадий Петрович, вообще, когда пьешь, это напоминает сок. Свежевыжатый. А вот мне кажется, если бы мы туда, например, добавили обжаренный черный хлеб, то есть в качестве гренок солененьких, такой, мне кажется, был бы тоже пикантный вкус. Вот смотрите, когда мы добавляем что-либо обжаренное, вот это все что-либо обжаренное, оно уже, понимаете, делается несъедобным. Мы его употребляем, и оно вроде бы у нас усваивается. Но смотрите, что делается. Тот же кальций, который в процессе термической обработки слегка становится неорганическим, он сначала печень нашу загрязняет. И, кстати, способствует тому, что начинают потихонечку образовываться желчные камушки, песочек в печени. Раз. Далее, пройдя еще через печень, он начинает оседать у нас в сосудах, вызывая варикозное решение вен и геморрой. Уж извините за выражение, да? Дальше, продолжая свое движение, неорганический кальций, начинает откладываться в почках и вызывает появление там песка и камушков. Света, и возвращаясь к морковке, оказывается, она обладает еще такими целебными свойствами, как укрепляет сетчатку глаза. То есть, если мы будем пить вот этот сок, то мы будем хорошо ее видеть. И даже в темноте. Это очень хорошо. Особенно при моей профессии, когда столько приходится учить текстов. И, кстати, текстов учить. Дело в том, что когда, я сам знаю, софиты смотрим, у нас слизистые сохнут, возникают различные такие заболевания, как конюктивиты, блефориты, вот, то все это также будет уходить. Это хорошая профилактика от этих заболеваний. Вот я это запомнила. Слизистые укрепляются. Слушай, а вот у тебя еще дача, ты говоришь, а что там? Только морковку сажаешь там или что? Ну, начнем с того, что дача не моя, построена родителями. Вернее, они купили настоящий деревенский дом с печкой, довели его до совершенства, там 16 соток. Ну, это хорошо, земли много. Другое дело, что там 280 километров, я на машине летом туда легко доезжаю за 3,5 часа. Честно говоря, о земельке-то я пока не шибко думаю. Не хочешь руки, так сказать, чтобы соприкасались. Ну, я вообще люблю там ягоды какие-то пособирать, да. А какие ягоды растут? Ягоды растут. Крыжовник, малина, черная смородина, черноплодка, коринка, в народе называемая. Не знаю, как это еще по-другому называется. Клубника, земляника. А что с ягод делаешь? Просто так кушаешь. Мы с мамой делаем соки, выжимаем. О, это очень интересно. А как вы их делаете? То есть папа у нас пьет водку. Из-под нее остаются пустые бутылки. И эти бутылки мы потом используем, когда делаем с мамой сок. Там яблочный или смешиваем, допустим, ягоды. И в эти бутылки потом у нас целые ряды сока. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию. А для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании. И очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok